НДС РБК Появится метро Дед Мороз из Великого Устюга, пообещал поговорить с кем надо. Смотрите прямо сейчас. Россиян могут освободить от налогов. В федеральном правительстве обсуждают очередную меру по борьбе с бедностью населения. Эксперты предлагают освободить от уплаты НТФЛ граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Однако в Министерстве финансов инициативу раскритиковали. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, отказ от плоской шкалы подоходного налога нанесет удар по стабильности всей системы. Ранее в федеральном правительстве уже выступали с предложениями ввести прогрессивную шкалу налогообложения, заставив богатых отчислять больше денег в бюджет. В настоящее время ставка НТФЛ 13%. По оценкам экспертов, повышение налоговой ставки для тех, кто зарабатывает более 700 тысяч рублей в месяц, позволит увеличить поступление в бюджет примерно на 300 миллиардов рублей в год. Ремонт дорог в Омской области в этом году можно считать успешным, по крайней мере, если судить по количеству средств, выделенных из бюджета. Денег в полтора раза больше, чем в прошлом году, отчитываются в Минстрое. В результате отремонтировано почти 200 километров дорог. Что касается Омска, то самым значимым с данным объектом чиновники считают путепровод в районе улиц 15-й рабочей Хабаровской, который работает уже с сентября. Всего в городе отремонтировано 1 250 000 квадратных метров асфальтового покрытия. Это практически почти 15% от общей площади автомобильных дорог. И понятно, что то состояние автомобильных дорог, которое мы весной увидели, практически большинство дорог было в непроеденном состоянии. Сегодня эта ситуация достаточно, так скажем, улучшилась. Конечно, не обошлось без проблем. Подрядчик из Новосибирска не смог вовремя закончить строительство сразу трех мостов в Устишиме. Контракт разорван, нарушитель вынужден был заплатить неустойку. А вот громкий скандал о картельном сговоре дорожных строителей в Министерстве предпочли обойти стороной. По крайней мере, пока антимонопольщики не вынесут своего вердикта. Не стали говорить и о поздно заключенных контрактах, из-за чего ремонт дорожного полотна подрядчик вынужден проводить при неблагоприятных погодных условиях. Что, конечно же, сказывается на качестве работ. Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что на долю Омской области приходится треть всех таких случаев. И с этим теперь будет разбираться прокуратура. В Минстрой уверяют, все замечания ведомстве учли. В следующем году работы будет еще больше. Предполагается, что из Дорожного фонда область получит на ремонт дорог 5 миллиардов рублей. Бизнес поделят по группам риск, а контрольно-надзорные органы определили, кому и с какой частотой заявляться с проверками. МЧС, Роспотребнадзор, ФНС, Ростехнадзор и Роструд разработали рискоориентированный подход к надзорной деятельности. К примеру, пожарные предлагают ввести 5 степеней опасности. Группе самого высокого риска инспекция будет наведываться раз в 3-4 года. А наименее опасный с точки зрения пожаров бизнес посещать не будут вообще. Похожий подход разработали в Роспотребнадзоре и Ростехнадзоре. А вот налоговая разделила бизнес по размеру на крупнейшие, обычные и малые компании. Проверять будут те, кто затягивает с подачи декларации и уплатой налогов. На систему рисков должны перейти все проверящие органы к 2018 году. Мне кажется, очень субъективно. Магазин, куда приходят тысячи покупателей, это большой риск или маленький. И этот закон, он некое начало движения к единому, может быть, перечню требований для МЧС, для налогов и так далее. Потому что пока нету, скажем так, общего русла. Кому в Омске жить хорошо и как избавить горожан от конформизма, чиновники, общественники и депутаты обсуждают на форуме «Омск. Город, где я хочу жить». С самим названием многие бы поспорили, некоторые участники признаются, будущее своих детей здесь не видят. Но чиновники с этим не согласны, ведь они столько сделали в юбилейном году. Две транспортные развязки, три детских сада, 53 объекта инженерной инфраструктуры и многое другое. Наиболее комфортным в России является город Тоди. Те ожидания, которые были МЧС, и то, что мы в итоге получили, все-таки сильно расходятся. Те же общественные пространства. Большой вопрос, а умеем ли мы их делать? Знаете, я думаю, что вряд ли можно сказать, что тот же парк, 300-летие, советский парк или зеленый остров, находится в том состоянии, за которое не стыдно. Мне лично стыдно. Омск – депрессивный миллионник с самыми худшими показателями, добавляет в дискуссию пессимизма ученое сообщество. И тут есть повод задуматься не только мэру, но и Владимиру Компанейщикову, а также его коллегам из областного правительства. Не надо лукавить, областная власть здесь, в городе Омск, всегда обижала. Изымала больше, чем можно было взять. Пора, господа, пора. Пора распределение налогов сделать справедливым, а областной и городской власти работать в унисон, говорят экономисты. И советуют не надеяться на милость топ-менеджеров «Газпрома». Налоги от нефтезавода можно не ждать. Сегодня как раз мы услышали не только, скажем так, здравницу по поводу нашего города Омска, но и здоровая критика. Потому что без критики продвижения, движения вперед просто нет. Мы должны знать свои болевые точки, мы должны понимать, как на них реагировать. Как жить дальше? Участники форума все-таки определили деньги делить по-честному и почаще прислушиваться к мнению горожан. Но станет ли Омск от этого чудесным и получит официальный статус самого комфортного города России – большой вопрос. За конкурс красоты может сесть на 6 лет бывший ректор Омского педуниверситета Олег Волох обвиняется в растрате почти 3 миллионов рублей. По данным следствия, федеральные деньги, выделенные на создание студенческой телестудии, менеджер потратил на мероприятия для студентов, которые на самом деле даже не проводились. В том числе и на конкурс Мисс Университет. Договоры заключались с предприятиями, руководители которых были личными знакомыми ректора, после чего деньги возвращались Олегу Волоху. Таким образом, федеральному бюджету был нанесен ущерб в 2 миллиона 880 тысяч рублей. В общей сложности к сректору предъявлено обвинение по 9 эпизодам. Сам обвиняемый вину не признает и отдачи показаний отказался. Омскую правду скрывать не будут, хотя изменения в работе проправительственных СМИ планируются. Станислав Сумарогов проверк слухи о том, что уже в декабре в областном правительстве намерены прикрыть старейшую Омскую газету. А на базе 12-го канала, наоборот, открыть новый медиахолдинг, в который войдут все региональные издания. По словам чиновника, документы, опубликованные журналистами, это только один из вариантов развития, который пока обсуждается. Окончательных решений никто не принимал, а уже в следующем году Омская правда отметит 100-летний юбилей. Да, неподлинный. И что? Это рабочий документ, который находится в стадии проработки вопросов. Там не стоит штампа к немедленному исполнению. В документе изложенные позиции были проработаны, обсуждены. Часть из них была признана неверной и прорабатываются другие возможности и другие позиции. В Омск прямо из Великого Устига приехал Дед Мороз. В нашем городе он пробудет всего два дня, однако нашел в своем насыщенном графике время, чтобы встретиться с журналистами. Главный новогодний волшебник страны посетил уже 20 городов. По его словам, основная цель поездки – встретиться и подарить подарки тем ребятам, которые в этом очень нуждаются. В первую очередь это воспитанники детских домов и те, кто находится на лечении в больницах. Дед Мороз также отметил, что исполнять желания детей с каждым годом становится все сложнее и дороже. Ведь в топе самых желанных подарков не игрушки, а новомодные гаджеты. Когда-то деревянные лошадки были, все равно что сейчас – айфон. То есть каждое поколение оно жаждет что-то нового, новинки какой-то техники. Когда-то и лошадка была действительно в новинку. Обещал Дед Мороз исполнить и заветное желание мечей, чтобы в городе наконец построили метро. Новогодний волшебник заверил, что поговорит с кем надо, и это будет его сверхзадачей, которую нужно совершить для Омска.